МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Пьяный житель Балхаша убил трехлетнего ребенка. Полицейские задержали отчима мальчика. Мужчина дал признательные показания. Частная стоматологическая клиника после анестезии, в которой скончался юный россиянин, прекратила деятельность и больше не принимает пациентов. Такое решение принял собственник. 40 тысяч тонн макулатуры собрали школьники Карагандинской области. Таковы результаты экологической акции в рамках проекта «Экобулашак». Наиболее активных участников наградили планшетами и грамотами. Полицейские Балхаша расследуют жестокое убийство трехлетнего мальчика. По подозрению, в совершении преступления задержан отчим ребенка. 24 февраля в одной из квартир Балхаша было обнаружено тело малолетнего ребенка с телесными повреждениями. По горящим следам был задержан 30-летний житель города. По информации полиции, задержанный признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ребенку телесные повреждения. Экспертами установлено, что ребенок скончался от травм головы и грудной клетки. Мужчина помещен в следственный изолятор. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Убийство заведомо несовершеннолетнего лица». По факту убийства малолетнего ребенка в городе Балхаш начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Следственно-оперативным группам на месте задержан 30-летний житель города, который дал признательные показания. На сегодняшний день он водворен в изоляторе временного содержания. Проводится расследование. Частная стоматологическая клиника после анестезии, в которой скончался юный россиянин, прекратила деятельность и больше не принимает пациентов. Такое решение собственник принял 28 февраля. В областном управлении здравоохранения провели специальный брифинг. Стоматологическая клиника Тинни Дент больше не работает. Такое решение принял собственник. Днем ранее фирма уведомляла о том, что приостанавливает работу только по тем видам стоматологической помощи, где требуются услуги анестезиологии. И все же на специальном брифинге было объявлено, что проверка в этой клинике будет проведена. Я бы хотела предотвратить сразу какие-либо мысли и так далее. То есть это не снимает ответственность по вопросам проверки. Проверка проводится. И у вас начнут возникать новые вопросы. То есть, несмотря на то, что организация сообщила о приостановлении деятельности, проверочные мероприятия Департаментом охраны общественного здоровья проводятся и будут проводиться. Необходимые пояснения, объяснительные, а также изучение материалов уголовного дела предоставлены в распоряжении сотрудников Департамента. И мы владеем этой информацией. Никаким образом это не приостановит процесс. На брифинге не обошла стороной и личность врача-анестезиолога. В 2016 году она также вводила анестезию 13-летней девочки, которая впоследствии также скончалась. В рамках проверки были установлены ряд нарушений, допущенных клиникой непосредственно, а также со стороны врача. На вопрос, лишена ли врач лицензии, руководитель Департамента пояснила следующее. Учитывая, что возбуждены уголовные дела, и они не завершены, то есть оснований у нас как таковых прямых отозвать сертификат нет. Мы можем инициировать через суд приостановление действия сертификата специалиста в отношении данного врача сроком не более чем на три месяца. В настоящее время данный вопрос уже находится, так скажем, в активной позиции. В настоящее время полицейскими проводится расследование по статье Уголовного кодекса, не надлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работникам, повлекшие по неосторожности смерть человека. Российские правоохранительные органы тоже возбудили уголовное дело по факту смерти юного жителя Омской области. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинская область, как индустриальное сердце Казахстана, продолжает наращивать объемы промышленного производства. Причем от сырьевой направленности предприятие региона переходит к обрабатывающей промышленности. Об этом заявил глава области Ирлан Кушанов, подводя итоги развития крупного бизнеса. Завод по утилизации автомашин, пожалуй, это самый амбициозный проект, реализованный в Карагандинской области в прошлом году. Предприятие реализует проект в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Завод по утилизации авто полного цикла не имеет аналогов в Центрально-Азиатском регионе и является одним из крупнейших проектов перерабатывающей отрасли Казахстана. Общая стоимость проекта более трех миллиардов тенге. Всего в течение года запущено 8 новых проектов. В этом году в области будет запущено 5 крупных проектов, благодаря чему появится около тысячи новых рабочих мест. Среди новых проектов хотелось бы отметить завод обороны промышленности и производство ферросилиция. Работаем над привлечением инвестиций в экономику региона. Аким области также отметил, что крупные предприятия внедряют так называемые «умные системы управления производством». Стоит отметить, что глава государства в послании обозначил индустриализацию флагманом внедрения новых технологий. На Арселор Миттал Тимиртов разработана интеллектуальная система управления производственными процессами. Казахмыс внедряет более эффективную технологию производства меди. Начата работа по оцифровке двух модельных фабрик, которые в действии покажут возможности цифровых технологий. Эти проекты включены в государственную программу «Цифровой Казахстан». В этом году в модернизацию и цифровизацию производств будет инвестировано около 270 миллиардов тенге. Ерлан Кушанов также отметил, что развитию малого и среднего бизнеса способствует государственная поддержка. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» получили поддержку 250 проектов. По программе развития массового предпринимательства свыше 800 начинающих бизнесменов получили микрокредиты на сумму 4,5 миллиардов тенге. По итогам прошлого года объем промышленного производства в Карагандинской области вырос на 4% и достиг 2 триллионов 300 миллиардов тенге. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Карагандинцы имеют уникальную возможность познакомиться с документами времен становления столицы Казахстана. В областном центре действует выездная историко-документальная выставка, подготовленная по документам фондов Государственного архива Астаны. Представленные документы отражают историю переноса, создания, строительства, расцвета столицы. Астана – столица суверенного Казахстана. Оплот и символ государственности, олицетворение вековых мечтаний народа. 20 лет прошло с тех пор, как глава государства принял решение о переносе столицы из Алматы в Акмалу. За два десятилетия город кардинально изменился. Появились новые здания, проспекты. Город значительно вырос. Выросло и население. История Астаны – это история становления нового Казахстана. Сегодня Астана является самой молодой столицей в мире. Обо всем об этом говорили участники выездной историко-документальной выставки. Представленные документы отражают историю переноса, создания, строительства, укрепления, становления и, конечно же, расцвета нашей столицы, республики Казахстан, города Астаны. Астана сегодня является символом суверенного Казахстана, оплотом, оплот и символ государственности, олицетворением вековых мечтаний нашего казахского народа. Астана – это подлинное сердце и гордость всех казахстанцев. Мы с восхищением следим за успехами нашей столицы, страны, во многом, конечно же, благодаря дальней обидности и уму нашего лидера нации, первого президента республики Казахстана, Султана Абишевича Назарбаева. Участники мероприятия отметили, что важной задачей в проведении модернизации нового типа становится сохранение своей культуры и традиций. Век всеобщей глобализации как никогда приобретает значение сохранения национальной идентичности. Государственные архивы Астаны и Карагандинской области предоставляют возможность карагандинцам расширить свои знания по истории родной страны на основе изучения архивных материалов. Это непосредственно первые документы, значит, работа Государственной комиссии по перетислокации из Алматы в Акмалу, нынешнюю Астану. Это фотодокументы, которые повествуют о развитии, о начале переезда из Алматы в Акмалу, далее в Астану и процесс развития самой молодой столицы. О том, каким образом у нас образовались районы в нашем городе. В рамках выездной выставки состоялась демонстрация фильма, видеослайдов о строительстве, становлении и расцвете Астаны. Ее роли в развитии Казахстана как демократического и современного государства, известного во всем мировом пространстве. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В театре имени Сакена Сейфулина состоялся конкурс выразительного чтения. Мероприятие приурочено к 125-й годовщине со дня рождения великого казахского поэта Махжана Жумабаева и 75-летию не менее талантливого поэта и писателя Уралхана Букея. Десятки молодых людей возродили наследие казахских поэтов, прочитав лучшие стихотворения из их творчества. Традиционный конкурс художественного чтения приурочен к 125-летию Махжана Жумабаева и 75-летию Уралхана Букея. Организаторы нацелены возродить любовь молодого поколения к художественной литературе, а также расширить области применения государственного языка. Специалисты отдела культуры и развития языков отмечают. Городской конкурс проводится на традиционной основе. Отделом культуры и развития языков каждый год проводится конкурс выразительного чтения. Но в этом году конкурс приурочен к годовщине видных поэтов казахского народа. Поэтому к организации мы подошли ответственно. Благодаря этому конкурсу мы развиваем культуру языка. В конкурсе приняли участие 28 человек в возрастной категории от 12 до 22 лет. Конкурсанты признались, все они желают, чтобы подобные конкурсы выразительного чтения проводились как можно чаще. Я хочу, чтобы такие конкурсы проводились чаще, ведь они учат молодое поколение быть целеустремленным. В ходе подготовки учишь наизусть множество прекрасных стихотворений. Начинаешь лучше понимать автора, его стиль и взгляды на происходящее вокруг. Мне нравится участвовать в таких конкурсах. Лучшего чтеца выбирали в три этапа. Конкурсанты читали отрывки из прозаических и драматических произведений, а также лучшие стихи из Золотого фонда казахской национальной поэзии. Выступления конкурсантов оценивали поэты, филологи, а также актеры театра. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские школьники собрали 40 тысяч тонн макулатуры в рамках проекта «Экоболошак». 55 тысяч школьников со всей области приняли участие в экологической акции, которая проходила с 20 октября по 10 декабря. Самых активных наградили планшетами и грамотами. Одна из главных задач современного социума – формирование экологического мировоззрения у детей. Ведь, как известно, все важные знания и качества человеку прививаются школьной скамьи. В связи с этим в Казахстане за последние годы резко возросло количество различных социально-экологических проектов. Наиболее обширным из них по праву считается проект «Экоболошак» по сбору макулатуры для учащихся общеобразовательных школ. Карагандинские школьники проявили небывалую активность в реализации данного проекта. В настоящее время по итогам первого тура наш регион занимает пятое место по республике с числом участников более 50 тысяч. Разумеется, за такой похвальный показатель последовало и награждение. «Сегодня приглашены участники акции. В этой акции у нас приняло 55 тысяч школьников. Собрали около 40 тысяч тонн макулатуры. И сегодня город Астана приехало наших участников наградить за активную работу в данном проекте». По словам школьников, они с радостью принялись за сбор макулатуры. Были созданы отдельные экобригады. Но, как признали сами ученики, достичь таких результатов получилось лишь благодаря сплоченной работе всей школы. «Сказали создать некую группу. Мы сами вызвались, создали экобригаду. Потом на первом этаже собирали макулатуру на больших переменах. К нам дети подходили, приносили макулатуру». За активность и поддержку столь значимого проекта организаторы выразили школьникам благодарность и вручили им планшеты и грамоты. Всего в акции были задействованы 80 школ области. Стоит отметить, что акция по сбору макулатуры проходит на территории всей республики. По итогу завершения проекта «Экоболошах» весь объем собранной макулатуры будет взвешен, зафиксирован и выведен на склад для дальнейшей ее переработки. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Обучать детей английскому языку стали с ясли. В детском саду «Байтирек» знают секреты креативного подхода к обучению. Воспитатели поделились своим богатым опытом со своими будущими коллегами на специальном семинаре «Вербальная креативность через инновационные технологии». Воспитание трехязычного поколения начинается не со школы, а с детского сада. С раннего возраста воспитатели прививают детям любовь к языку Шекспира, чтобы дети научились думать на английском языке и в последующем могли легко усвоить школьную программу. В ясли саду «Байтирек» в сентябре прошлого года стартовали уроки иностранного языка. Директор детского сада отмечает, результаты уже есть. Свою лепту в осуществление намеченной цели вносит и колледж «Булашах», который готовит квалифицированные кадры. Шесть воспитателей детского сада «Байтирек» являются выпускниками данного колледжа. Колледж «Булашах» готовит студентов. Это теоретическая сторона и продолжает свою деятельность, трудовую деятельность. Это уже практика в детском саду «Байтирек». Девочки колледжа «Булашах» показывает очень хорошие результаты. По рейтингу городского отдела образования наш детский сад третий год занимает первое место. Семинар о вербальной креативности собрал десятки студентов колледжа «Булашах». Будущие воспитатели рассказывают, детский сад «Байтирек» является хорошей площадкой для развития практических навыков. Теорию, полученную из зоопарты, студенты закрепляют практикой в полюбившемся детском саду. То, что мы получаем на уроках, теорию, мы закрепляем на практике. Практика нам дает очень много знаний. В будущем мы для того, чтобы быть хорошими воспитателями, у нас очень много возможностей. Просто надо развиваться хорошо и получать больше знаний. Этот садик дает очень много возможностей, он очень хороший. В обучении детей применяются самые разные современные методики, чтобы пленить взгляды детей и завоевать их внимание, необходимо проявить фантазию и креативность, даже если это подразумевает костюмированное шоу и аквамакияж. К примеру, преданные своему делу воспитатели детского сада Байтирек постарались делать все, чтобы ознакомить детей с известными сказками на английском языке. Облачившись в красивые костюмы, сотрудники детского сада показали самый настоящий спектакль для своих маленьких зрителей. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Счет в серии 2-1 в пользу карагандинской команды. Хоккейный клуб Сарарка провела первый матч на выезде в рамках плей-офф. 27 февраля в Новокузнецке наши хоккеисты обыграли местный Металлург со счетом 2-4. Местная хоккейная дружина Металлург активно начала встречу. Хоккеисты действовали первым номером, но счет открыли карагандинцы. Подопечные Дмитрию Жилнировскому оставалось не промахнуться по открытым воротам с близкого расстояния. 0-1. На исходе первого игрового отрезка хозяева пропустили второй гол. Воспользовавшись преимуществом большинства, карагандинцы забили броском от синей линии. Александр Юксеев сделал результат 0-2. Металлург сумел забросить шайбу лишь во втором периоде. Причем первую шайбу арбитры не засчитали, поскольку форвард Металлурга сыграл высоко поднятой клюшкой. Но уже через несколько минут шайба вновь побывала в воротах Сарарки. 1-2. Но карагандинская команда во втором периоде снова создала себе задел в две шайбы. Гости провели атаку 3-2. Голки перхозяев не успел занять необходимое место в воротах. И Сергей Тополь броском с острого угла отправил резиновый снаряд прямиком в калитку. 1-3. В третьем периоде хозяева сумели забросить еще одну шайбу в ворота Сарарки 2-3. Но наша команда оперативно ответила своим голевым моментом. За 10 минут до окончания матча Сергей Тополь оформил дубль. Сарарка выиграла третий матч 1-8 финала плей-офф со счетом 2-4. Самый сложный матч сезона соперник владел инициативой на протяжении первого периода вообще вчастую предложил хорошее движение мы немножко были не готовы моя ошибка где-то чуть неправильно подвел команду кое-какие изменения увидели в игре соперника потом по ходу игры перестраивались но самое главное что получилось ребята нашли в себе силы перестроились и вытащили игру такую очень сложную я им очень благодарен так как и две предыдущие игры хорошая боевая игра мы немножко пропустили такие ненужные необязательные голы легкие даже нужно сказать ну а потом соперник играл по счету мы догоняли где-то нерализовали свои моменты результат налицо 28 февраля в Новокузнецке состоится четвертый матч серии а далее игры вновь пройдут в Караганде Андрей Тен Андрей Тимофеев первый карагандинский День Благодарности отмечается в первый день весны это день когда народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы когда многие народы были депортированы в Казахстан все мероприятия в День Благодарности направлены на укрепление единства и согласия казахстанского народа воспитание патриотизма у подрастающего поколения в этот день во Дворце Культуры Молодежной состоится встреча с этнокультурными объединениями во Дворце Детей и Юношества пройдет праздник милосердия дружбы и любви свои праздничные мероприятия проведут все культурные и образовательные учреждения Караганды это были все новости на сегодня спасибо за внимание если у вас есть интересная информация звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала всего доброго Амазово Редактор субтитров А.Семкин